и переходим к чистке квартиры квартиру ты видела я даю команду и на счет 3 ты оказываешься перед входом в эту квартиру 1 2 3 есть хорошо заходи вовнутрь и начни пожалуйста визуальный осмотр своим астральным видением что-нибудь тебе бросается в глаза затемнение воронки в углах посмотри особенно на кухне в левом углу значит когда сразу зашла и не тоже показала что там что-то есть но сейчас там сейчас найдем она прячется она тебя боится это мы найдем сейчас ничего пока не нашла да пока ничего не нашла и то такое ощущение что за мной что-то ходит хорошо давай сделаем следующий иди в комнату и находись там и я даю команду и на счет 3 сформируй по периметру всей квартиры оканчивается в большой комнате в клетке два на два метра один два три те сущности все негативные порталы любые подселенцы которые интерференты находятся в этой квартире притягивается по моей команде в эту клетку один два три время для них остановилось не могут воздействовать они наши заложники клетка маленькая и в клетке есть что-то но чувствуется что там плотно что-то есть и там увеличь увеличь клетку до комфортных тебе размеров насчет 3 чтобы ты могла рассмотреть один-два-три ты знаешь это кто это ну как будто фантомы людей людей их много твой или трое не вижу и какая-то такая вертикальная серая что-то как потек как пятно но хорошо очень хорошо это негатив который был весел там так и я даю команду каждому фантома находящийся в клетке стать рядом перед своим каналом 1 2 3 мы четко их видим сколько их фантом это мальчика он как будто как бывает же вот ночнушка до ночная роба такая вот да считай информацию кто такой откуда и вот такой вид неестественно мультяшной он такой же остался у него такие черно-яркие волосы черные он может общаться с нами он может коммуницировать спроси у него он меня понимает у меня слышит он даже меня не слышит ты знаешь это такое неестественное вот допустим бесплодные души они понятно какие да а этот как нарисованы мультяшные не пойму почему он такое что это такое фантом чего это хорошо давай-ка быстренько по частотам пройдусь в этой квартире и если в этой квартире существуют какие-то подключки темных космических цивилизаций или иных низковибрационных цивилизаций они проявляются в клетке 1 2 3 серое пятно так серое пятно даю команду проявляется и показывает свой настоящий эфирный код 1 2 3 лохматая женщина кто такая женщина из космических никто не появился хорошо подожди если в этой квартире было какое-то магическое воздействие все ответственные проявляются в лазерной клетке 1 2 3 опять этого мальчика показываю вот это он и был хорошо и переходим на чистоту неупокойные и бесплодные души если таковы есть они проявляются в лазерной клетке 1 2 3 ты знаешь у меня картина промелькнула сейчас вот когда-то год назад я своей квартире обучение проводила у нас было два мальчика играли этого мальчика притащил тот мальчик точно этого мальчика притащили из другой квартиры он он с собой таскал да 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 это этот мальчик сущность или это человек это это если не пойму это наверное сущность потому что он не похож на человека он нарисованный и этот мальчик появился появился где-то около двух лет назад с этим мальчиком пришел и вот они играли в той комнате и он той комнате и остался тут уж те ушли а это осталось захотел там остаться все понял хорошо и я перехожу на чистоту бесплодные подселенцы если таковые в этой квартире есть они проявляются в лазерной клетке вот эта женщина так сколько у нас не включился на от пола у нас сейчас двое два два существа кто это вот этот мальчик лет семьи мальчик есть хорошо это женщина женщина она такая да у нее откуда-то немытые волосы и не знаю женщина лохматая и 3 все пока никого вот это темное темное пятно это вот эта тетка была это она была кто такая считаю информацию это не упокойная душа пожилые домашние женщины может быть да какой-то женщины спроси она соседка да она соседка она в этом доме умерла или в соседнем она в этом доме она давно умерла давно сколько лет назад нас еще здесь не было наверное больше десяти лет ну сейчас восемнадцать лет назад как ее звали Валя пришла сразу Валя Валентина мы и может у нас есть возможность отправить вас в чистилище в светлый мир там где все ваши родственники и ваши друзья вы хотите туда да она обрадовалась у нее шли другое стало помолодела хорошо мы сделаем сегодня вам этот подарок и хорошо и я даю команду и на счет 3 открывается портал на ее чистоте открывается светлый портал в чистилище 1 2 а 3 и она уходит на этой чистоте к богу в чистилище идет к своим родственникам к своим друзьям закрывай опечатывай растворяй все есть я твоим твоим копьем перекрестила на всякий случай все правильно сделала и еще поставь пентаграмму огненную сверху хорошо так что у нас этот мальчик остался да мальчик так кто такой ты человек или ты сущность это ты знаешь он похож на человека но он настолько он не отвечает нет он только смотрит и все скажи он понимает меня он даже не понимает что он делает здесь он просто он знаешь он такой говорит я никому не мешаю поставь маячок если это низкая вибрационная сущность загорается зеленая лампочка 1 2 3 да зеленая да низкая вибрационная да угу хорошо из какого мира ты пришел он не может быть мальчиком поверь мне ты мимикрирующая да я обращаюсь еще раз к нему это не мальчик все ясно проявился 1 2 3 в своем первозданном виде я даю тебе команду или я начинаю тебя бить своим копьем проявился он это бес это бес ну здоров бесяра 1 2 3 бес замер 6 герц 6 герцовый он меня слышит? да он не пытается на тебя воздействовать? бес я тебя предупреждаю сразу если ты не будешь с нами кооперировать я тебя буду бить на твоей волне это очень болезненная вещь и поэтому я тебе советую просто отвечать на все наши вопросы после того мы тебя отправим если ты будешь лгать и не отвечать на наши вопросы я сразу без разговора перехожу ко второй части о которой я тебя только что вернее к первой части тебя бить после этого буду опять с тобой коммуницировать если ты не будешь после этого коммуницировать я тебя поставлю в огненную пентаграмму и зажгу свечи на углу пентаграмм ты знаешь что это такое? пусть отвечает он понимает пусть он даст пусть он даст пусть ответит он согласен копирует или нет хорошо так он отвечает на мои вопросы как его зовут? бес 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 это не имя у него есть имя я даю команду над его головой ты видишь цифры один два три двенадцатый уровень двенадцатый уровень хорошо бес видишь что мы имеем делать? удивился? двенадцатый уровень да хорошо как твое имя? еще раз я спрашиваю что-то такое на хэд там такие буквы ну может мы не можем выговорить да? скорее всего но он назвал почти нету почти нету гласных букв там три или четыре буквы из них одногласные мы не можем такие слова выговорить я увидел что он сказал хорошо так пусть он скажет пожалуйста как долго он находится в этой квартире как он сюда попал кто его привел? это это детская сила это вот это 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 он он пришел с этой она которая у меня была в квартире со своим сыном а вот с этой женщиной пришел он к ней подцепился ему понравилось в квартире он остался? нет знаешь как она она у нее в квартире их было валом короче она хотела его ну как она хотела избавиться от них она знала да она его привела сюда я стала даже показывает там конфеты оставила и короче она его на конфеты заманила ну как сказать обещала ему сладкого дать и хорошее место и привела сюда и дала ему сладкое да она оставила я еще сказала я еще и говорю я такие конфеты не ем что-то купила целых 2 килограмма кто их тут есть будет и она их положила на пороге у меня и на стол одну секунду так давай попробуем притянуть эту ответственную женщину между ней и бесом осталась связь и по этому каналу связи на счет 3 я притягиваю тонкое тело этой женщины в нашу лазерную клетку один два три появилась да спроси бес это она может быть это магия вот и я спрашиваю бес что это такое это магия была или это подключка была или это чисто на тебя она на тебя ввела что это было это магия потому что тут третья тетка появилась фу вместе с ней еще какая-то женщина появилась вот 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 мы уже ближе идем к теме отлично хорошо подходим к этим двум ведьмам магия обнаружена законы магии знаете женщина взрослая русская или пятьдесят два наверное год она лицо мне не показывает она и я даю команду ведьми ведьма поварается один два три она повернулась но натягивает лицо на лицо платок и я только вот вижу нос губы но я вижу что это русская женщина светлые волосы у нее считаю это черная магия да это не светлая магия теперь считай с ней информация на ней есть защита ведьма от откатов ты знаешь у нее на груди какая-то грубая штука отлично вот этого я от тебя и хотел и теперь смотри и теперь смотри я подхожу к клетке достаю к свое копье и бью на магической частоте по этому амулету разбивая его в дребезги один два три пошел мощнейший удар расплавилась полностью на земле лежит да и стоп удар останавливается подойди к ней и спроси она видит это да она ничего не хочет сказать насчет заказчика она она вначале говорила что якобы я сперва сделал ей что-то и типа это заказчица жаловалась на меня и она просто напросто типа помогла и от меня ну как она является она это не помощь называется это называется интерференция и по всем законам магии обнаружены она обязана полностью забрать все что на оставила в этой квартире и под и любая подключка живущим в этой квартире она небольшая а ты сделал я спрашивали ее что она оставила в этой квартире дом покав with эти конфеты они еще находится в этой квартире да нет ты знаешь я что с ними сделал я их раздавала всем, потому что их было много. Надо было сжечь. Ну, кто же знал-то. Так, что еще оставили в этой квартире? Я сейчас смотрю, что она делала. Нет, она ничего больше не оставляла. Она... Пусть скажет, как она навредила биополю твоему... Биополю живущих в этой квартире? Она вот это вот то, что как тебе сказать, какая-то удача, что ли. Удача или что. И вот это вот... Как тебе сказать? Это женская зависть. У кого она забрала это? У тебя? Она ко мне, да, все. Хорошо. И я даю команду. И ты разбиваешься на две тонкие энергетические копии. Один, два, три. И смотришь на себя со стороны. Хорошо. И начинаем с реверса энергии. И отчуждение чужеродной энергии. Я даю команду тонкой копии Назиры спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Назире и чужеродная по отношению к этой квартире. Пошла. Знаешь, какой канал? От рта идет канал. Изо рта. Изо рта. Энергии страха, неуверенности отдаем. Энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем 10 раз поток энергии негативной. Кому идет? К ведьме? И к ведьме, и к этой самой. А к черту что идет? К бесу? А к черту идет к нему слабо идет. Вот от меня. Хорошо. А от кого больше всего? От этой ведьмы, да? Да, к ним двоим идет. К ним двоим, правильно. Знаешь, откуда идет? От вишутки идет и от рта идет с этих мерз. Голос. Чтоб ты ничего не видела и чтоб ты не говорила. Вот это было такие пожелания в другой форме. Но так это работает. Ладно, хорошо. Сейчас пойдет. Сейчас мы демонстрируем откат черной магии. Все, забирают назад. Они изменяются? Считай информацию, когда это было установлено. Еще раз. Два, три. Двое, около двух лет назад. Два года назад. Хорошо. Да. Много высосали, оказывается. У ребенка сосали энергию. Так, как твоего сына зовут? Азизбек. Еще раз. Азизбек. Азизбек. И я даю команду. И рядом с тобой появляется тонкая копия Азизбека. Один, два, три. Стоит рядом с тобой. И я даю команду тонкой копии Азизбека спроектировать синергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в его биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности, подходя к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Азизбека произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Азизбеку. Ты знаешь, у него над головой и до плеч стоит такое что-то светится и идет информация типа его своя защита какая-то. Хорошо, то, что идет информация и то, что мы проверим, это будут две разные вещи. Давай пока. Идет потоки к ней, уходит? От меня идет. А от сына? От него не идет. Хорошо. И давай еще я дам команду в тонкой копии Азизбека сейчас. Она проявляется, он подсвечивает всю эту энергию ярким светом. Один, два, три. Проявляются все каналы, видимые и невидимые. Зелененькая зеленая тень какая-то отошла. И я даю команду подсленцу оказаться в лазерной клетке. Он притянут наш заложник. Один, два, три. Да, такой, знаешь, как зелененький. Кто такой? Ну, с крылышками маленький зелененький. Дракон. Я еще раз спрашиваю, кто он? Он будет отвечать на мой вопрос? Или я начинаю его бить? Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. А ты знаешь, вот он был маленький, сейчас стал чуть больше. Кто такой, я еще раз спрашиваю. Или я начинаю воздействовать на него. Он будет отвечать на мой вопрос? Назира? Он не говорит со мной. Хорошо, я подхожу к нему, направляю на него свое копье и бью его три секунды на его частоте. Один, два, три, стоп. Это похоже на змея. Вот. Змей, только он теперь на двух ногах. рептилия. Да. И считай три цифры над его головой. две, один, два, три. Ноль, двадцать один. Так, он слышит меня? Да. Он будет со мной разговаривать и еще раз спрашивай. Или я опять начинаю бить его? Да. Хорошо, кто такое имя назовет? Четко называешь имя. Сколько у тебя энергии, Назира? 280. Никто на тебя не воздействует? Нет, я просто имя не могу понять. Четыре буквы. Какой он планеты? Показывает планету, название не вижу даже. Хорошо, какая это цивилизация, как нам это понять, откуда он находится? Сколько световых лет у нас? Туманная. Какая туманность? Туманная цивилизация, очень далеко. Сколько световых лет? в годах? 200. 200? 200 тысяч. 200 тысяч, вот, хорошо, 200 тысяч световых лет. Хорошо, как давно он находится в теле, Азизбека? 2-3. Дальше, года, месяца? Наверное, года, 2-3 года. Когда он к нему подключился? Да, вот сейчас показывает, он подключился. почему мы его раньше не увидели? Он подключился во время в общаге, когда он жил тогда. Ты видишь ситуацию, да? Да, да, да. Отлично, хорошо. Если он согласен кооперирует, сейчас мы произведем реверс энергии, он отдаст ребенку все, что он у него украл, и заберет все, что он ему дал, все негативное, и отдаст ребенку все светлое, божественное, что он у него забрал. Он согласен добровольно сотрудничать. Если я замечаю какой-то обман, я начинаю моментально воздействовать, и я не хочу причинять никому боль сегодня. Поэтому прошу всех добровольно со мной кооперировать, всех находящихся в этой клетке. Если мы закончим эту процедуру, кстати, они тоже отдали энергию. Да, здесь уже остановилась. Остановилась, хорошо, и устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы, там, где были подключки, к которой отошла энергия. Есть. Мы реверс сделали светлый в этих двоих? Нет, светлый не вернули. Хорошо, сейчас будем забирать. Хорошо, отлично. Вот этот сейчас отдаст, и я обращаюсь к дракону, я даю команду тонкой копии Азизбека спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергии в его биополе 1, 2, 3. И я даю команду тонкой копии Азизбека произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Кому идут каналы? Идет к рептилии этот канал, да, прям сзади уходит канал. Хорошо. Все. отлично. Так мало? Да, так. Хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой клеточкой на эти каналы. Угу, есть. И в порядке реверса Азизбек забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая от всех интерферентов. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли возвращает. Азизбек себе обратно. Он хозяин своей энергии возвращает все свое себе обратно. Пошла. Кому что описывай? Цвета? Вот идет она такая белого, бело-золотого цвета идет. От этого к этому рептилию, да, прям такой широкий канал, 8-9 сантиметров. Да, канал где-то между лопаток сатипа. Какой он энергию забирал, у него пусть скажет. Он выпрямляется. Вот энергию, радости, наверное, вот это желание что-то делать, вот такую активность, шкукатую активность. подавал, понятно, воровал энергию живую, все понятно, хорошо, они любят ее питаться, любили. Ты знаешь, у него такая внешность у этого рептика, да, он как будто вот, как тебе сказать, зелено-черный, бугристый, такой, знаешь, вот как бугристый-бугристый. У нее длинный нос? Нет, у него плоский нос. Но он рептилия, не рептилоид. Или как? Спроси у него. Кто он? Он похож. Спроси у него, кто он такой, рептилия или рептилоид? Рептилия. Рептилия? Да. А в чем разница? Я даже сама не знаю, он похож. Если у него вот я не видела бы сейчас, что есть. Я видела рептилоидов. Ты же знаешь, как они выглядят? Да. они по-другому на честь разницы. У него есть толстый хвост. Но рептилоиды тоже имеют хвост толстый. Этот невысоков. Он стоит. Ну, понятно, что он стоит. Как хорошо прятался. Пришлось тебя долго искать. Но зеленый цвет тебя выдал, рептилия, так и знай. На будущее. Он, знаешь, вот так сзади его обыдывал, как будто типа защиты. Ну, да. Да, вот это типа защиты. И выдавал себя за защиту, как ты сказала, правильно? Я просто из прошлой чистки у него в позвоночнике увидела это зеленое. Но я почему-то подумала, это, наверное, защита какая-то. Хорошо. Вот фигушки. Хорошо. Иногда надо проверять, что думаешь и видишь. Поэтому мы сейчас и делаем. Идут к потоке? Да, он такой беленький весь. Да сколько же он забрал у него? Есть. Хорошо. Стоп. Отлично. Значит, он всю свою энергию сейчас забрал от этих сущностей, да? Теперь я обращаюсь к криптилоиду и всем присутствующим клетке. Сейчас будет произведен энергоудар в 1 миллион герц. Мы даем вам шанс вытащить все из энергетического тонкого тела без биополя как Назиры, так и Азизбека. Вы поняли? После этого я буду проводить проверку. Если кого-то тряхнет, после этого он отправляется в галактическое ядро. Поняли? Приступайте. Все вытаскивайте. Все подключки, все импланты, все чипы, все датчики. Все конвекторы. Я буду все проверять. Кто вытаскивает откуда? Рептилия, знаешь, вот интересно, он вытаскивает у него, вот я прям вижу этот диск соло. Такой круглый диск, он был поперек всего черепа стоял. Перекрываем всю энергию. Вот это как раз поэтому и ладно, хорошо, дальше. вот вот эта штука. А эти другие, которые стоят, они ничего не установили у ребенка? Смотрю. Нет у него все это. Значит, только рептилия оставил. Хорошо. Он все вытащил, да? Да, вот он вытащил вот этот пластмасс, ой, не пластмасс, а диск какой-то, как вот на самом деле диск, есть же CD-диск? Есть. Вот такая штука вот поперек всей башки. Так, хорошо, это я у него спрашиваю, он готов к проверке? Да. Блокирую все каналы, предлагаю тонкой копии Айзизбека поменять полярность всех подключек чипов, датчиков, имплантов. Подселенцем оценив все каналы на счет три. Один концентрирует всю свою энергию. Два готовится мощным ударом шокового импульса в один миллион герц отстегнуть все каналы. Один, два, три, удар. Отсекаем все каналы мощным шоковым импульсом в один миллион герц. Никого не тряхнуло. Хорошо, все. Значит, рептилия, благодарим тебя за кооперацию. Ты свое слово сдержал, и мы держим свое слово. Я сейчас буду открывать портал на твоей чистоте и отпускать тебя. Ты готов уходить? Да. Я прошу тебя забыть дорогу назад и передать своим, чтобы они никогда больше к этому ребенку не подключались. Понял? Угу. Хорошо. И я даю команду один, два, три, и наверху открывается портал против часовой стрелки. И рептилия уходит со своими причиндалами на свою чистоту безболезненно забывает дорогу назад. Угу. Есть. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Какой-то золотой свет такой. Все правильно. Полностью залил. Фантом есть. Хорошо. И подсоедини тонкую копию Азизбека к источнику высокой вибрационной чистой энергии, которую Азизбек получает во время сна. И одновременно частота его вибраций поднимается до цифрового значения 40 Гц. 1-2-3 Много потерялась за этой сущностью, конечно. Цена его щекочет его, она смеется. бурлит, бурлит, искрится. Есть. Отлично. Запускаем процесс активации идентификации души на счет 3-1-2-3 Пошел процесс. Есть. Хорошо. Ставим защиту. Подсоедини тонкую копию Азизбека. Какие? Есть. Отлично. Синхронизируются энергии вибрации. Гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1-2-3 Угу. Отлично. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Азизбека в систему Биоробот душа. Заводим подключаем к физическому внутреннему каждому внутреннему органу. У каждой клеточки из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Есть. И отключаемся от объекта и переходи в комнату. 1-2-3 Здесь я. Хорошо. И пожалуйста войди сейчас своей тонкой копией второй частью объединись и сделай одно тонкое тело. 1-2-3 Вашла да? Кто у нас в клетке еще остался? Русская женщина. Ведьму, которую мы от защиты сожгли, да? Да, не знаешь почему-то волосатая грудь. Вау. Кому-то нравится. Так, поехали дальше. И кто еще? Заказчица? Заказчица и без стоит. Без. Хорошо. Без ты все забрал, все отдал, я понимаю. Ты готов уходить, да? Да. Хорошо. Я прошу тебя больше в эту квартиру не приходить. Мы будем ставить здесь защиту. И если я тебя еще раз здесь обнаружу или кого-то из твоих братьев, передай им, пожалуйста, у них будут очень большие неприятности и я не хочу никому из них причинять никакого вреда. Я понимаю, это такая у вас жизнь, вы так существуете, но у нас есть общие законы и прошу их соблюдать. Договорились? Угу. Хорошо. И я даю команду и на счет 3 открывается портал внизу против часовой стрелки 1, 2, 3 и бес уходит безболезненно на свою чистоту и забывает дорогу назад. Угу. Запечатывай, расширяй, ставь огненную пентаграмму и мой крест. Все есть. Отлично. У нас осталась одна ведьма, да? Да, и вот это за качество. Так, давай с ними разбираться. Я обращаюсь сейчас к мастеру. Магия обнаружена. Законы магии знаешь. Готова забирать? Да. Она вот так вот грудь, у нее не платье, ничего, как рубашка. Она так застегнулась, да и держит, сокровать. Хорошо. Я даю команду, значит, трена все каналы, которые еще остались активные, черной магии, начинает проявляться и пошел откат энергии, черной энергии или любых присадок к ней назад. от 1-2-3. Что еще осталось? Изо рта черные. У кого? Ну вот какая-то пробка вылетела изо рта черная. У кого? Из моего рта вылетела. У рта хорошо вылетела. Вот это еще оставило открыт. Очень хорошо. Это все? Ну пока все, больше ничего не вижу. Хорошо. Так, что-то еще, я обращаюсь к ведьме, что-то еще осталось в этой квартире от нее или в биополе присутствующих в этой квартире? Или она все забрала? Больше ничего нет. Хорошо. Что она будет делать с этим заказом, с этим откатом? себе оставит или вернет заказчице? Она сейчас они между собой. Вот, давай посмотрим этот момент. Потому что сейчас решается чья-то судьба. Да, вот эта знакомая она говорит, типа ты же говорила, что это белая магия, ты же говорила, что это справедливость восстанавливаешь. Вот так вот. Внимание всем, кто занимается черной магией, ребятам, бросайте, пока не поздно. кара будет страшная. Она ей говорит, ты же хотела, ей плохо было. Правильно. Вот это и был заказ, это и был контракт. То есть она заказчица, а вторая исполнительница. если же сейчас мастер возьмет на себя этот откат, то он будет безусловно очень сильно страдать. Как поступает мастер? Я обращаюсь к мастеру. Отдает он эту порчу назад или же он оставляет ее себе? Нет, она говорит, естественно, она не хочет это брать. Если она отдает эту порчу, пусть она отдает ее сейчас заказчице. назад. Она готова? Да, она знает, что ей дает конфетку. Отлично. Отдала все? Одну конфетку отдала ей. Этого наверное и достаточно. Вот так вот. Одна конфетка. Хорошо все. Так, я предупреждаю всех присутствующих, если они будут еще когда-нибудь в дальнейшем воздействовать, на членов этой семьи. Я буду иметь дело тогда уже по-другому с ними разговаривать и прошу забыть им назад дорогу и только при одном воспоминании о этой семье у них сразу же начинается страшнейшая головная боль. И возврат мыслей негативных усиливается в 10 раз. Один, два, три. Установка стоит. Хорошо. Будем возвращать их назад. Готовы уходить? Да, бежать тоже готово. Понятно. И открываются два портала. Каждый на своей частоте. И каждый уходит на свою частоту против часовой стрелки. Один, два, три. И забывай дорогу назад. Пошли. Закрывай, опечатывай, ставь пентаграмму. Развинусь. Зависть кошмарная. Так, Девера, знаешь, что мы сделаем с тобой? Мы давай сейчас поставим на всю твою квартиру защиту. Хотя, в принципе, у тебя она чистая сейчас, да? Да. Но... ты знаешь, даже... Да, такая яркая стала. Хорошо, давай сделаем следующее. И я даю команду и на все стены в квартире, как снаружи, так и снутри. Есть. И устанавливаем радиус действия этой защиты 10 метров. Ни один, ни одна негативная сущность не сможет пересечь границу этой квартиры. И дополнительно устанавливаем высоковибрационную и перед входом в квартире устанавливаем высоковибрационную на выходе из квартиры. И на выходе из квартиры ни одна низковибрационная сущность не сможет пройти через эту дверь. Один, два, три. Круто. У меня в квартиру заходит как раз вот. И такой коридор фиолетовый. И сейчас я формирую один, два, три. Защита активирована. Защита действует. Есть. Хорошо. И я даю команду и лазерная открывается портал против часовой стрелки и лазерная клетка уходит на свою чистоту на переработку в чистую космическую энергию. Один, два, три. Ушла. Хорошо. Квартира чистая сейчас? Сверхает. Хорошо. Твой учитель здесь? Да, он здесь прям вот сидел на диване. Хорошо. Спросим, как мы закончили. Он хотел что-то добавить, что-то сказать? Ему понравилось? Да, он смотрит. Просто он, знаешь, вот, может, он мне говорит, что слишком я доверчивая. это слово называется учитель уважаемый наивная. Да, наверное, да, наивная. наивная. Наивная, доверчивая. Ну, есть наивность, есть доверчивость, есть положительная, есть негативная. У тебя уже перешла эту границу, поэтому я согласен с учителем, да, пора уже взрослеть. Да, он тоже говорит, пора взрослеть. Может, это он через меня сейчас говорит? Да. Я его слышу, потому что... Просто он так вот смотрит на меня, знаешь, как бы он... Он понимает то, что, да, доброта, это хорошо, но когда выщип себе, это уже ничего хорошего. Абсолютно верно. Я с этим согласен. Я тоже пришел к этому выводу, как и каждый человек на земле. Уважаемый учитель, у меня один к вам вопрос. Мы проводили вчера, или позавчера, чистку сестры, Назиры, и к нам пришел ее учитель. Это был Иисус Христос? Да, говорит. У нее учитель Иисус Христос. Это очень высокая, конечно, честь для этого человека. Благодарю, просто Назира сразу не могла его идентифицировать, и поэтому мы вот так вот пообщались с Иисусом и даже не поприветствовали его толком. Да. Очень жаль. Но мы еще в следующий раз с ним наверняка встретимся, надеюсь. Угу. Хорошо. Благодарим вас, уважаемый учитель. Рахмет. Рахмет. Хотите что-то еще передать, кроме... Нет, знаешь, стал вот так вот и своим вот этим... У него посох или что? Давай спросим, может, мы можем подарить ему что-то сделать приятное? Извините, учитель. Оставить на память за его визит и за его внимание. Нам бы очень хотелось ему преподнести какой-то подарок, который ему понравится. Ну, тот яблоко вкус... Ну, красный яблоко. Зеленый или красный? Красный. А какой именно? Ваши казахские? Да, вот алматинский апорт. Вот, алматинский апорт. И у тебя в руках появляется маленькая корзинка полная этих вкуснейших яблок. Один, два, три. И передай, пожалуйста, учителю и поблагодари его. И мы посылаем ему энергию любви и благодарности. Угу, есть, довольный, неуходный. Может, с собой, может, еще что-то? Все, он счастлив. Отлично, мы рады, что мы достали ему удовольствие. И тогда будем прощаться и возвращаться с тобой. Вам лично будь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok